Хватает ли здесь автобусных маршрутов? Вы сюда сами на чем доехали? Я пешком. Без личного авто, по словам жителей жилых комплексов, адмирал Балтийской крепости, времена года и матрешки, добраться до дома – большая проблема. В администрации индустриального района уверяют – автобусных маршрутов создано достаточно. Однако у людей другое мнение. Здесь и транспорта туда нету. В 65-й ходит только. Останавливается там от Балтийской улицы. Ну, 700 метров прошел, как физзарядка. А 37-й, он тоже самое, редко ходит долго. Он идет тоже по Балтийской, на Попово и туда. Так что приходится тренироваться. Такие дистанции по вкусу приходится не всем, но и ждать, пока появится хоть какой-то транспорт, слишком долго. Большой интервал? Большой. Большой. А долго приходится ждать? Ну и мало вообще, в принципе, какие-то маршруты ходят туда, в центр. Особенно тяжело приходится семьям с маленькими детьми, которых в спальном районе немало. Вас устраивает транспортная развязка в этом районе? Нет. Я даже не знаю, кому надо написать, чтобы что-то изменилось. Нам не дали школу, нам не на чем ездить в школу, в центр. Вот все, что я могу сказать, это ужасно. А вы на какую остановку ходите? Мы ходим вот на ту остановку. А сейчас мы идем в больницу, 2,5 километра пешком. Отсюда туда не проехать. Из письменного ответа района администрации стало известно, что до конца 2022 года в Барнауле проведут научно-исследовательскую работу по анализу пассажиропотока. По ее итогам планируют разработать оптимальную маршрутную сеть. О каких-либо дополнительных мерах до этого времени ответственные не сообщают. А значит, еще почти полтора года люди будут вынуждены участвовать в своеобразных квестах, как из новых микрорайонов добраться до поликлиники, рынка или центра города. София Яценко, Александр Антропов. День с толком.